Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Аферисты в сетях. Если так, то подписывайтесь на канал, поддержите меня лайком, потому что мы начинаем. Хочете купить крутой смартфон? Егор? Да. Привет. Привет. Он вам его продаст за дуже дешево. Не, просто за 4 тысячи я, конечно... Ну они же в магазине сейчас 20 тысяч. Айфон за 4 тысячи? Айфон за 4 тысячи? А вот тут поподробнее. Короче, телефон на шару. Продавец обуви. Та на курсі та у сумці. Натільний мікрофон. Підслужка в усі. Ціль. 29-річний Єгор. Саме на Йогора я зараз чекаю. Його нам здала глядачка. Щоправда, з одним але. Яке мене зовсім не радує. Але поки ми на низькому старті. Готові до всього. Мужик необычний. Група в режимі стеження. А я в режимі майже сосульки. Бо на вулиці мінус один. Це Єгор наполіг, аби ми зустрілися саме на вулиці. І це не просто так. Єгор? Да. Привет. Привет. До речі, Єгор привабливий. Дуже привабливий. Отлично выглядишь. Типа симпатичний парень. Спасибо. Ну, как бы, можно уже наконец-то увидеть? Извини, да. Не, я рада і тебе, конечно, видеть. Но я, знаешь, как бы, і телефон хотела б уже. І принес він на зустріч дорогий смартфон. Блин. Що? Да, правда, скал, понимаєш, взял, блян, чёрный. Ну, да, цікаво. Типа айфон десятка, али що це? Ага, це шестірка. Просто я же не хотела чёрну. Що ти паришся? Що ти паришся? Що ти па́решся? Що ти па́решся? Що ти па́решся? Хорошо. Ну, тогда, наверное, можеш, де-то в кафешке тебе подовжу. Ну, я ж тебе объяснял, що в кафе мне нельзя. Телефонный конфискат, как бы, мне полиция не смысл. Увага! Конфискат – важлива деталь цієї афери. Типа, поэтому так якобы дёшево, да? Давай, може, ко мне входимо, я тут рядом живу. Может, чай попьём заодно и посмотришь, и выберешь. Как-то... А ты далеко живёшь? Тут щас по ступенечкам поднялись, вот дом. А, мы рядышком, да? Да-да-да. Ты адекватный, можеш не бояться. Не, ну, просто... Ну, хорошо. Це його ціль – заманити додому. Але я в нього ще один козыр. Не за концом понятно. Чотири тисяч гривень за міст 20 тисяч гривень. Бо це штос фискат. То есть, в пять раз дешевле. И дівчата, ідуть. Вот реально, что вот... Не смущает то, что новый телефон за 4 тисячі? По пасту в пастку. Маньяк какой-то? Так, не надо, може! Чотири ножки! После вас. І він до останнього зображає адекватного і ченного. Под'їзд у вас, звісно, не супер, но... Немножко порисований. А, в принципі, як і везде. Група підтримки. Ого, три мужика. Показ не до конца понимаю, що буде дальше происходить. Пусть чувак збитий. А, я понял. Красиво сказав номер квартиры. Молодец. Ага, так. Щас ми тебе быстренько отогреємо. Та не розвивайся. Горничного ще не було, то шо? Можна ходити. І саме узута жертва, частина його плану, дівчина не повинна знімати взуття. О, давайте тут поподробній. Нахрена не снимати обувь. Ребята, вот тут є якісь якісь, що буде відбуватися далі. Ну, давайте, свої екстрасенсорні способности. Я часто щас вообще не понимаю, це що должно быть, що людина должен бути в обуві обязательно. Проходи, располагайся. Крис, в одну двері не забудьте відкрити. Может, он реально, типа... Какой більше любиш, чёрный, зелёный? Да, я, в принципе, зелёный. Какой ты извращенец? Я збивлячись на нього, нічого б не заподозрила. Ну, видно, що квартира необжитая, съёмная квартира. 15 секунд, і вже двіка маю в роботі. Що тупо съёмная квартира. Можська, немножко, інтерьер. Холостяцкий, а так, по-другому. И тут я помічаю це. Прекрасно. Але чекаю, поки зреагує, група. Ой, это... Сейчас я телефон забыла в коридорі. Група зреагувала на моё мужской інтерьер, аби я мала змогу вийти в коридор. Алё, да, Ленчик. Как нет? Ленчик, ну ты же мне обещала, что меня подменишь так нечестно. Я же на тебя всё-таки рассчитываю. Звісно, я имитую розмову, и двері відкрили. Адже, что будет в квартире, девчина, яка сдала нам Егора, просто не знала. Два тижні тому до нас зателефонувала Ксения, яку на сайте знайомств підчипив той самий Егор. И якобы я ему понравилась. Зимно мне там комплиментами, за что мы общались, и буквально через неделю он предлагает мне купить айфон 6S за 4 тысячи. А, 6S. Ну, он сказал, друг занимается конфискатом, поэтому так дёшево. И поклыков на зустричь. Чисто, где это конфискаты про айфоны? Вот я знаю, китайский есть айфон, реально за 4 тысячи гривен, это в рублях 10 тысяч рублей, можно найти. Ну, тут, конечно, уже не айфон, но внешне что-то похоже. Мы встретили твоего горя на месте, во дворе. И тут так само, телефоны переплутав и покликав додому. Але сталося дивно. По дороге и шли к нему, я решила запрещить, куда мы идём, чтобы убрать, мой брат тут в курсе, где я буду. И всё, человек поменялся сразу. Он начал нервничать, говорить, что это же конфискат, нельзя никому говорить. Где ты находишься, да? Я останусь в ноте и ушёл. Короче, он хотел остаться с вами наедине в квартире. Наверное. А что ж тогда в квартире происходит? Отримавши від Ксенії його анкету, я теж з ним списалась. Это прямо оно. И заливав один в один. Интересно. Я пошла побрать. Голд. Голд. Теперь главное, дизнатись схему до кінца. Хорошо. А что хорошего? Надо идти. Девочка моя сменщица, ну, в магазине. Нахрена обувь понять не могу. Ну, в магазине я обувь пообещала и потом передумала. А Егор грает в гостинного хозяина. Ты чайок спей, пей. Холодный, невкусный. Не хватало ещё и за меня заболеть. Я не могу пить кипяток. Я пока ручки помею. Культурный. Не хватало ещё и за меня заболеть. Дуже схоже на приховану манипуляцию, чтобы выпала в подяку за его турботу. А я только губим очом и ждем на свой новый смартфон. А мой будет? Нет, извините. Дерево, красавчик. Новенький. Специально для тебя приберёг. Если завтра выходной, можем сходить тебе чехол купить. У меня знакомые чехлами занимаются. Опа, а у нас в Жене просто бизнес-зустрич. У нас шуре-муре продолжение. Я принципы обычно для своих только продаю. Просто за 4 тысячи я, конечно. Ну, они же в магазине сейчас 20 тысяч. Ну, это получается конфискат, но он как бы настоящий, да? Да, он официальный, легальный. Всё, что-то, друзья. Конфискат, но официальный, легальный. Контрабанда, но официально. Официальная контрабанда, ребята. Обращайтесь. Таможня перекидывает. Я как крутая легенда. И телефон в идеале. Хочешь ли, хочешь, оклюнешь. Джинсики не клади в задний кармаш. Вот это вот я знаю... А то попой присядешь и всё. Знаешь, это анекдот. Я надеюсь, что это хребёт. Я разраховываюсь. 4 тысячи? Да, как и договаривались. Считай. Ещё не знаю, что попереду чекает совсем инший план. Итак. И не секс. Не секс? Извращенец просто какой-то. Так, какие планы на завтра? Может, всё-таки к другу мотнёмся за чехлами? За одной сумочкой, может, тебе подберём? Фу, как-то... Опа, телефон убрал. Я жил по рекламу в телефон. Чёсь назреваем? Скажите, за ним летом в Венеции роним? Ммм. Ооо. Какие планы на лето? Ого, как планы на завтра резко перескочили. На планы на лето. За Венецию? А что там, Венеция? Плохо себя чувствует? Ну, давай за неё. И почем мы не спою вот. Ну что, за чехольчик? Заставить знакомство? За зиму ещё можно за похолодание. А может, там, на самом деле... Какая-то хрень в стакане. Правильно. Вот вытаскивайте вы кто-то. Клофелин или что-то ещё. Что-то заговариваюсь. Крем, ну, это же это норм? Ахвалан через 15? Спаивает её чем-то. Ммм, не искалкинула в жар. Да, куда-то клофелинчик, то есть... И Венца помидов. Что-то красиво. Ну и всё, потом уходит. Знаете, кто помнит, ребята, было что-то похожее, когда вот тоже пытались чем-то споить и потом с деньгами и телефоном уйти. Вот принцип тот же. А потом ещё, наверное, снасиловать. Ты что начинаешь? Ну, я... Что, друг? Что охренела? Что? Сиди! Скинчилась романтика. Риско. И для будь-якой девчины это шок. Ну, маньяк. Не надо, пожалуйста. Что? Рот заходит. Рисно готово. Штюрь щуку. Рано, щуку. Щось не те. Як бы реально хотів сексу, вже б завалив на диван. Раздевайся. Нет, всё. Мне не надо уже никакой афона. Что не надо? Отпусти меня, пожалуйста. Я ничего не хочу. Выставь вам. У нас всё в порядок. А в мене з'явилась догадка. Наши були домагання. Та й готовьтесь. Всё, я уже. Ну, метайся отсюда, б***ь. Всё, вихожу. Впхав мене айфон. Только то уже не айфон. Да я щас куртку, б***ь, щука. Опа. Я вот не был прикол. Но ясно же, наверное, что в телефоне, точнее, там телефона нету. Руки убить. Руки убить. Руки убить, б***ь. Это программа «Фереса всяк» на новом канале, потому что нам тебя сдали. А я швидко проверяю свою сдогадку. Мобильный телефон. Да вот лежит подъезжий. Да его там нету. На диване. А, покажи коробку. Да ничего там нету. Тебе неплохо, тебя не мутит. У меня просто какое-то такое состояние. Такое какое-то вот разболтанное состояние. Вот. Оно несобранное состояние, когда... И через пару минут пошуков... Что-то он на поле, да? Самысловато. Я реально считал, что он полностью поплеил сюда. Что-то туда никто не зайдет. Знаешь, что это? Ход секси. Ход секс гел. Типа, аль авиагара женская? Чтобы поменять. И продал коробку за 4 тысячи гривен. Ну так подождите. Она могла и выйти, в общем-то, из квартиры, поставить в коробку. И там тоже телефона нету. За 4 тысячи гривен. И главное, весь спектакль грав на залезное алиби. Любая девочка в состоянии, когда перед ней могали вот так вот битой. Выходя, думают, господи, хотя бы ноги унести. Через минут 40 она придет вообще в себя. И только потом откроет телефон. И что она кому придет? Вот приедет, она в полицию скажет. Вот меня обобрали. Вы 40 минут ехали в городе. Вас в транспорте могли вытянуть телефон. И все. Вот его версия. И потом она ничего никому не докажет. Але не мы. Вот так вот. Ну, то есть, на самом деле, такое происходит в жизни. Это очень жестко, на самом деле. Что-то я так заговорился. Ребят, как вам такой выпуск? Если вы хотите больше аферистов в сетях, то подписывайтесь на канал. Поддержите меня лайком. И очень скоро мы увидимся. Всем пока.